Добро пожаловать в бонусное видео курса по синтезатору X-Force Serum. В этом видео я детально разберу 10 сложных, но красивых и интересных по звучанию пресетов. Как вы видите, в проект загружено как раз 10 синтезаторов Serum. Это видео будет понятно не только тем, кто уже посмотрел курс по X-Force Serum, а еще и тем людям, которые имеют опыт работы с этим замечательным синтезатором. Если вы провели не один час, накручивая звуки в синтезаторе Serum, да еще и посмотрели курс по всему синтезатору, то это видео точно для вас. Для начала мы разберем такое красивое арпеджио. Для начала мы разберем сей пресет с отключенными эффектами и с отключенным фильтром. Вот как звучит пресет без эффектов. И давайте для начала разберем осциллятор A. На него загружена родная для этого синтезатора волновая таблица Bottle Blow. Она находится в папке Digital, а папка Digital идет вместе с установщиком синтезатора Serum. LFO 1 моделирует громкость этого осциллятора и позицию волновой таблицы, которая загружена в этот осциллятор, что позволяет делать данный звук динамичным. Также с помощью LFO 2 отмоделирован питч осциллятора A в полутонах. LFO 2 моделируя высоту тона осциллятора A в полутонах позволяет создать целую мелодию. Нажмем Bypass All Destinations. Мелодии никакой нет. Активируем все цели, на которые закинуты LFO. Теперь мелодия есть. Теперь займемся осциллятором B. Это такая вот интересная волновая таблица, которая состоит из пилообразной волноформы. Но дело в том, что эта пилообразная волноформа играет не на одной октаве, а на множестве. С помощью LFO 4 моделируется позиция волновой таблицы. Чем больше значение ручки позиции волновой таблицы, тем больше октав может проигрывать осциллятор B. Вот так вот открывается ручка в F-tail position и большее количество октав может играть. Чем больше положение ручки в F-tail position, тем больше верхних октав может воспроизводиться. Это все наглядно видно на дисплее осциллятора B. Также на осцилляторе B включен унисон и немножечко с помощью ручки D-Tune размазан по питчу осциллятор B, что позволяет сделать широким этот звук. Теперь включаем осциллятор A. Как вы можете слышать, левее звучит мелодия осциллятора A, а правее звучит осциллятор B. Все потому, что отрегулирована панорама. У осциллятора A больше влево повернута панорама, а у осциллятора B больше вправо панорама повернута. И теперь включаем фильтр. Как вы видите, здесь вот резонанс прыгает, отмоделирована ручка котов и ручка панорамы. Отмоделирована с помощью LFO-4, а также с помощью LFO-2 отмоделирована ручка котов. А LFO-2 у нас отвечает еще и за мелодию осциллятора. Получается, LFO-2 позволяет подстраивать фильтр под проигрываемую ноту на осцилляторе A. Впрочем, здесь ничего сложного нету, оказывается. Переходим к эффектам. Первый в цепочке эффектов это Hyperdimension. Hyper это унисон эффект, а Dimension эффект, который придает пространство. Далее идет фильтр Reverb. И он достаточно сильно влияет на тембр. И, кстати, с помощью LFO-4 слегка отмоделирована ручка котов. Фильтр Reverb. Далее идет компрессор, который придает плотности этому прекрасному арпеджио. Заметьте то, что плотность компрессора не так сильно резонит на некоторых частотах. И далее знаменитый дуэт, Дилей и Реверб. В принципе, просто. А вы можете накрутить подобное арпеджио? Давайте после нежного арпеджио перейдем к чему-то жесткому. Вот у нас модный современный металлический бас. Давайте внимательно послушаем этот бас. В самом начале кого-то что-то визжит, а затем звук становится более однообразным. Давайте отключим Noise-остиллятор. Теперь в начале такого писка нет. Теперь делаем обратное действие. Отключаем все остилляторы, кроме Noise. В этом прессе Noise-остиллятор использован как сэмплер. Туда загружен сэмпл металлического визга. А если на низкой ноте играть, то вообще похоже, как будто какая-то кошка мяукает. Noise-остиллятор ничем не мешает, а наоборот делает звук более интересным. Вот как можно здорово использовать Noise-остиллятор. А мы переходим к разбору остальных остилляторов. Отключим все эффекты, чтобы нам было удобнее разбирать. И отключим Noise-остиллятор. Отключим еще и фильтр. Такой вот получается сухой звук. Начнем наш разбор с остиллятора B. С помощью LFO-4 регулируется Pitch. Остиллятор B в октавах. Периодически он играет по высоте тона выше. Это регулируется как раз с помощью LFO-4. В третьей четверти LFO-4 вот такое вот значение задается. На этом месте астиллятор B играет выше. LFO-1 модулирует громкость астиллятора B, позицию его новой таблицы, которая загружена в астиллятор B, и ручку Warp, а именно FM модуляцию от астиллятора A. Давайте включим этот астиллятор A. Теперь звучит интересней. Прошу заметить то, что LFO-2 модулирует грубую настройку Pitch астиллятора A. Давайте попробуем отключить модулятор LFO-2. Более скучно звучит. Теперь включаем LFO-2. Вот так вот значительно интересней. LFO-1 модулирует, как и у астиллятора B, позицию новой таблицы и ручку Warp. Здесь уже Warp более экстремальный, но это опять же FM модуляция, но уже от астиллятора SUB. Теперь включаем саб астиллятор. На саб астилляторе у нас треугольная волна. Уровень громкости астиллятора SUB модулируется с помощью LFO-1. И саб астиллятор выполняет достаточно интересную роль. Он и модулирует частотно астиллятор A, и поддерживает весь звук на низких частотах. Сразу добавляется бас, и сразу добавляется оттенок к тембру, когда включается астиллятор SUB. Вот как звучит без астиллятора. А вот как с астиллятором. А теперь пришло время включить комп-фильтр, который придает металлический окрас абсолютно любым тембрам. Конечно же, не забывайте то, что на тембр влияют и волновые таблицы, загруженные в астилляторы A и B. И, конечно же, и FM модуляция, и другие виды Warp. То есть тех способов, как вы искажаете волновые таблицы, загруженные в астилляторы A и B. И вот как звучит с ковым фильтром. Является металлический тембр, действительно. Фильтруется астиллятор B. Астиллятор A нет смысла фильтровать, потому что астиллятор A выступает в роли FM модулятора. Астиллятор SUB у нас тоже не фильтруется. У него даже функция DIRECT OUT стоит, а функция DIRECT OUT позволяет все фильтры и эффекты обходить. Саб астиллятору это нужно, чтобы поддержка на низких частотах, которые дает саб астиллятор, никак не искажалась, а просто играла на низких частотах. И, конечно же, фильтруется новый астиллятор. Давайте включим его, кстати. Немаловажно то, что включена функция Pitch Tracking, вот она. Вот эта вот маленькая клавиатура и включенная синяя лампочка возле нее означает то, что функция Pitch Tracking включена. Pitch Tracking позволяет фильтру подстраиваться под нажимаемую ноту. А теперь пришло время эффектов. Конечно же, идет Hyperdimension, придающий пространство текущему звуку. Далее идет Phaser. Ручка Depth и Frequency отмоделирована с помощью LFO-1. А LFO-1 у нас достаточно быстрый LFO. Следовательно, Phaser будет довольно так нормально влиять на тембр нашего звука. И далее, конечно же, идет многополосная компрессия, которая позволяет сделать этот здоровский металлический бас более плотным. И в конце идет реверберация, дает такой красивый реверберационный хвост. Можно даже побольше сделать ручку Mix. Здорово, не правда ли? Но мы переходим к такому вот глубокому пэду. Отключаем все эффекты и отключаем фильтр. Отключаем также осцилляторы A и B. Нойз осциллятора слушаем. На нойз осциллятор загружен в сэмпл хора. Вроде бы это похоже на хор. И, конечно же, включена функция Pitch Tracking, чтобы этот самый хор подстраивался под нажимаемую ноту. Проще говоря, нойз осциллятор используется как сэмплер, как и в предыдущем пресете с металлическим басом. Давайте пока что выключим нойз осциллятор и перейдем к осциллятору A. Впрочем, в нем ничего нет особенного, кроме функции синхронизации. На осциллятор A загруженная тусклая волновая таблица. И немножечко она обработана ворпом синхронизации. Никаких модуляций нету здесь. А осциллятор B чуть поинтересней. Потому что здесь ручка ворп с загруженной функцией асимметрия отрицательная модулируется с помощью UFO-1. Также обратите внимание, давайте включим осциллятор A. Сравните настройки Pitch у осциллятора A и у осциллятора B. Осциллятор B, как осциллятор A, понижен на 1 октаву вниз. Но, в отличие от осциллятора A, осциллятор B поднят на 7 полутонов, то есть на квинту вверх. Получается, когда проигрывается какая-нибудь нота, звучит интервал квинта, так как осциллятор A играет на 1 ноте, а осциллятор B играет на квинту выше. Также в этом пэде задействован и саб-осциллятор. Играет на высокой ноте, поднят, потому что на 2 октаву вверх. На синусоиде играет. Вот как в совокупности звучат все четыре осциллятора. Нойз осциллятор здесь ключевую роль имеет, потому что если отключить его... Лишается звучание хора, весь звук. Однако давайте включим все четыре осциллятора и включим фильтр. Заметьте то, что саб-осциллятор фильтром не обрабатывается. Обрабатывается. Вспомните, мы рассматривали первый пресет, где было арпеджио. Таким же образом здесь отмоделирована ручка котов с помощью UFO 2. Также обратите внимание на то, что ручка резонанс выкручена на 100%. А за счет того, что отмоделирована ручка котов, частота, на которой играет резонанс, постоянно меняется. В итоге на высоких частотах получается какая-то мелодия, созданная искусственно, по той причине, что частота, на которой звучит резонанс, постоянно меняется. Можно помедленнее сделать LFO 2. Вот такая вот мелодия получается. Нужно, правда, точно настраивать котов фильтра с помощью LFO для того, чтобы получить красивую мелодию. Теперь переходим к эффектам. Конечно же, первый эффект во вкладке эффектов это Hyperdimension. Сразу появляется пространство. И пространство увеличивается с добавлением реверберации. Эта реверберация сжимается хорошенько с помощью компрессора, работающего в режиме мультибенд. И далее идет Phaser, у которого ручка Debt отмоделирована с помощью LFO 1, что позволяет придать движение. В принципе, можно было бы и автоматически придать движение Phaser с помощью выкручивания на какое-нибудь значение ручки RAID. Но частота здесь не задана, здесь 0 Гц. Частота задается искусственной с помощью LFO, которая моделирует ручку Debt. И в конце цепочки эффектов идет эквалайзер, который удаляет нежелательные резонансы. Вот какой получается пэт. Следующий пресет это лид для трэпа. При синтезе целых 7 эффектов было использовано, но мы их отключим и фильтр тоже отключим. И пока что отключим осциллятор B. Простенькая волноформа загружена на осциллятор A. Также в этом пресете не задействованы модуляторы LFO, но зато задействованы аж две огибающие. Первая огибающая у нас, как известно, отвечает за уровень громкости по умолчанию. Даже если она никакой ручке не привязана, но в данном пресете она еще привязана к ручке котов. И вот, обратите внимание, огибающая действительно не позволит звуку бесконечно играть. Что у нас делает вторая огибающая? Зайдем в матрицу модуляций. Вторая огибающая Envelope 2 модулирует главную высоту всего синтезатора на 12 полутонов вверх. Но ручка Output позволяет чуть-чуть снизить влияние этой модуляции. Она снижает на 20%, но все равно получается вот такой вот скачок по высоте тона из-за настроек второй огибающей. Сначала резко идет наверх из-за того, что ручка атаки выкручена на некоторые значения, а потом чуть-чуть вниз опускается pitch. Вот так вот. Также позиция в новой таблице осциллятора A регулируется с помощью огибающей второй, что тоже немаловажно. Тембр меняется. И у осциллятора A 4 голоса играет. Ручка D-Tune вывернута больше, чем наполовину. Но в принципе настройки простые, как и у осциллятора B. На осциллятор B те же настройки загружены. Правда еще и Envelope 2, то есть вторая огибающая модулирует не только позицию в новой таблице, но и ручку Blend унисона. Позволяет тем самым унисон делать не таким ощутимым. Посмотрите, один желтый голос играет громче остальных зеленых. Но это в самом начале действия второй огибающей. По окончанию действия второй огибающей наравне будут звучать все 7 голосов по громкости. И даже центральный желтенький будет потише чуть-чуть звучать. Всего 7 голосов у этого осциллятора B. Включим оба осциллятора и A и B. Вообще звук по стерео широкий. Это обусловлено и унисоном, и тем, что у панораме разбросаны осцилляторы A и B. Один звучит левее, потому что панорама левее и повернута. Другой осциллятор звучит правее, потому что панорама повернута правее. И, кстати, небольшая расстроечка по питчу есть между двумя осцилляторами. Один мягкой, легкой настройкой FinePitch опущен на очень маленькое значение. 5% от полутона вниз. А осциллятор B поднят аж на 70% от полутона. Это практически на один полутон он поднят. В итоге такой разброс по питчу есть. Теперь включаем фильтр. На фильтр загружен гребенчатый фильтр. Смесь фленжера и фейзера положительная. Как вы можете видеть, плюсик здесь есть. Чтобы на каждой ноте был одинаковый тембр, на фильтре включена функция Pitch Tracking. Теперь переходим к эффектам. Первым идет, к моему удивлению, не Hyperdimension, а фильтр Reverb, который сильно влияет на тембр. Ручка кат-офф у этого фильтра отмоделирована с помощью второй огибающей. А вот дальше уже идет Hyperdimension и идет эффект Chorus. В итоге звук достаточно много, имея на голосов. Из-за хоруса, из-за эффекта Hyper, еще и из-за унисона. Агрессивно он, кстати, звучит. Эту агрессию увеличивают отражения, которые вызваны эффектом дилей. Далее идет эквалайзер, который чуть приподнимает высокие частоты, а на низких он делает срез, дабы убрать грязь на низких. Далее идет компрессор, который делает звук более плотным. В предыдущих пресинах особо не были примечательными макроконтроллеры. Да и здесь второй, третий и четвертый тоже не особо много чего делают. Просто регулирует количество ревербераций, дилея или поднимает какой-нибудь тисциллятор на октаву вверх. Согласитесь, что не особо тембр меняется. Но вот человек, который накручивал этот звук, классно придумал с макроконтроллером первым, который регулирует значения и микса фильтра вкладки остеляторов и фильтра вкладки FX. Как вы видите, макроконтроллер первый модулирует как раз ручку микс на фильтре вкладки FX. И макроконтроллер первый также регулирует скорость атаки, второй огибающий. Так что это достаточно многофункциональная такая вот ручка получается из макроконтроллера первого. Нулевое и стопроцентное положение дает абсолютно разные тембры. Более агрессивный на стопроцентных. Но давайте оставим нулевое положение и включим реверберацию. Можно сделать побольше реверб. Классно будет поиграть, крутя ручку в питчбэнг. Получается такой вот лид. Вот как звучит с дилеем. Такой вот послезвучие добавляет. В общем неплохо такой вот лид подойдет для жанра трэп. А мы переходим к следующему пресету. Это мой пресет. Третий макроконтроллер тут тоже сильно влияет на тембр. Это ридим бас. Первые два макроконтроллера опять же не особую роль имеют. Первый просто регулирует скорость, так сказать, частоту этого звука. А второй макроконтроллер регулирует количество реверберации. Но давайте по порядку. Отключим все эффекты, включая фильтр осцилляторной вкладки. Оставим только осциллятор саб. На нем просто играет синусоида. Простейшая волна. И громкость этого саб осциллятора отмоделирована с помощью LFO1. Этот саб осциллятор дает на низких частотах просто напросто поддержку всему синту. У него также включена функция Direct Out, благодаря которой он не обрабатывается никакими эффектами. Просто сухая синусоида играет. Но мы пока что отключим осциллятор саб и рассмотрим осциллятор А. Интересная волновая таблица. Как и у саб осциллятора, ручка громкости отмоделирована. Позиция волновой таблицы тоже отмоделирована. И немного отмоделирована ручка Warp. Warp здесь FM модуляции от осциллятора B. Кстати, давайте включим этот осциллятор. Тембр радикально меняется, когда включается осциллятор B. Несмотря на то, что осциллятор B имеет нулевую громкость. Все потому, что осуществляется как раз таки EF-модуляция от осциллятора B. LFO1, кстати, моделирует ручку Warp, осциллятор B. А именно, регулирует такую функцию, как асимметрия. Действительно, с помощью режима Warp асимметрия искажается волновая таблица, загруженная в осциллятор B. Также ручка Warp, отвечающая за осциллятор B, отмоделирована с помощью LFO2. Цикл LFO2 длится аж 16 тактов. И каждые 4 такта меняется значение LFO2. LFO2, таким образом, каждые 4 такта меняет значение осциллятора B. И таким образом, меняется тембр всего синта каждые 4 такта. Немаловажно еще то, что LFO5 моделирует главную высоту тона всего синта. Посмотрим в матрице модуляции на сколько. А на 1 полутон вверх и вниз. Не совсем на большое значение, но моделирует. В итоге, за счет того, что каждую 1 четвертую такта поднимается наверх пич, самому звуку придается движение. Вот как звучит вместе с аббаслятором. Появляется поддержка на низких частотах. Послушаем, как будет влиять LFO2 на тембр всего звука, долго удерживая какую-нибудь клавишу. Вот, смотрите, спустя 4 такта поменялось. Значение LFO2 и поменялся тембр как раз таки. Переходим к фильтру. Включаем фильтр. Меняется тембр сразу же. Обратите внимание, что здесь фленч фильтр, гребенчатый, который может придавать необычные тембры, чаще всего металлические. Но в этом случае на металлический тембр не особо похож, потому что я ручку котов поставил аж на значение часа. А металлический эффект появляется тогда, когда у ручки котов не особо большое значение. Также этот фленч фильтр необычный. У него есть хай-пасс фильтр, который уменьшает влияние этого фленч фильтра на высоких частотах. Действие этого хай-пасс фильтра регулируется с помощью вот этой ручки HP Frequency. На одной четверти неплохо звучит. И ручка котов модулируется с помощью LFO 3 со скоростью 1 четверть такта. Без этой модуляции звучало бы монотонно. С модуляцией гораздо лучше. Ну а теперь обратите внимание на LFO 4, которая слегка модулирует котов фильтра, тем самым меняет тембр, и меняет тембр аж раз в 16 тактов. Но давайте сделаем побыстрее. Я поставлю скорость всего 1 такт, а не 32, чтобы менялся тембр только раз в пол такта. Вот как меняется тембр. И теперь обратите внимание на макроконтроллер 3. Он позволяет на своем максимальном значении снизить силу FM модуляции, поменять волновые таблицы Basic Shapes, одну волну на другую, повысить pitch осциллятора B аж на 48 полутонов, то есть на 4 отталлы. И также 3 макроконтроллер, значение ручки котов делает гораздо меньше. Слушаем, что получается. Значительно иной тембр. Вот как звучит на нулевом значении 3 макроконтроллера. А вот как на максимальном. Совершенно разные значения, совершенно разные тембры. Какая же здесь обработка? Все очень просто, это Hyperdimension. Пространство придалось. Чорус. Можно побольше сделать микс. Чорус как бы придает много голосия. И также есть реверберации. Цепочка эффектов завершается мультиполосным компрессором, который делает бас более плотным. Смотрите, мы уже разобрали 5 пресетов, то есть половину. Я дам вам совет. Если вы хотите накрутить звуки какого-то типа, попробуйте сначала посмотреть, как устроены пресеты этих звуков. И не обязательно в синтезаторе Serum. Можно детально рассмотреть, как устроены любые пресеты, которые вам нравятся, в любом синтезаторе. Проанализировать, почему создатель пресета выкрутил какую-то ручку именно таким образом. И какой-то ползунок поставил именно в такое значение. Анализируйте чужие пресеты, и вы сумеете накрутить свои. Смотрите, как накрученные звуки устроены. Смотрите, какие эффекты использованы, какие фильтры, какая модуляция, какой ворп, какие волновые таблицы используются. Анализируйте эти моменты, и у вас получится создавать желаемые звуки. Перейдем теперь к детальному разбору шестого пресета. Вот такой вот достаточно жесткий бас мы слышим. Отключаем пока что эффекты и фильтр, и также осциллятор B. У нас остается осциллятор и осциллятор sub. Осциллятор sub просто дает поддержку на низких частотах с помощью синусоидоподобной воноформы. Вот так вот по странному звучит осциллятор A. Обратите внимание на огибающую под номером 1, envelope 1. Напоминаю вам то, что первоогибающая отвечает за громкость всего синтезатора, и данное случае не исключение. Вроде бы первоогибающая ни к чему не привязана, однако она регулирует громкость. Достаточно коротко звучит этот синт, меньше секунды, судя по дисплею огибающей. Пока что включим осциллятор B. Обратите внимание на третью огибающую. Она такая вот быстрая, молниеносная. И эта огибающая назначена всего лишь на два параметра. Это на грубую настройку осцилляторов A и B. Вот как звучит C-Preset со включенными осцилляторами A и B. Попробуем выключить временно модуляцию грубых настроек питч осцилляторов A и B с помощью третьей огибающей. Более статичный звук, чем с модуляцией. Создается впечатление, будто бы присутствует какая-то вибрация. Отключаем осциллятор B. Обратите внимание, что вторая огибающая модулирует позицию волновой таблицы, загруженной осциллятора. И на осцилляторе A еще и есть режим ворпа и формуляция от осциллятора B. Осциллятор B мы включаем. На ворпе осциллятор B есть такая функция, как зеркало. Без зеркала был бы иной тембр. Включаем миррор, то есть зеркало. А за счет того, что ручка ворпа, отвечающая за миррор, отмоделирована с помощью Envelope 2, второй огибающий, звук более динамичным становится. Еще и с помощью второй огибающей модулируется позиция волновой таблицы, загруженной на осциллятор B. Кстати, достаточно сильная формуляция. На осцилляторе A стоит от осциллятора B. Пришло время включить фильтр. Это, опять же, гребенчатый фильтр для придания металлической окраски тембру. У этого гребенчатого фильтра Comp HAL 6 Plus есть встроенные High и Low Pass фильтры, которые позволяют регулировать степень влияния этого гребенчатого фильтра на частотах. Ручка, отвечающая за степень влияния, отмоделирована с помощью второй огибающей. Давайте отключим все модуляции на второй огибающей. Вообще другой тембр получается. Что ж, активируем. Обратите внимание, что включена функция Pitch Tracking на фильтре. Напоминаю то, что Pitch Tracking функция позволяет фильтру подстраиваться под нажимаемую ноту. Отключим эту функцию и поиграем на разных нотах. Теперь включаем Pitch Tracking. Мне кажется, или звучит получше. Что ж, переходим к эффектам. Первый эффект это фильтр HP, который позволяет придать эффект голоса Ай-яй эффект этому басу. Далее идет Hyperdimension, придающий пространство. И компрессор. Компрессор здесь решающей роль играет. Он как бы вытягивает высокие и средние частоты у этого звука. Делает его громче, плотнее. Не забывайте про компрессию, тем более про мультибенд компрессию. Она часто спасает синты. Звучит гораздо мощнее с мультибенд компрессией. И в конце идет реверберация. Послушаем без компрессора. Несмотря на то, что отсутствуют высокие частоты в нужном количестве. Несмотря на то, что нет плотности, тембр уже есть. Вот такой вот металлический. Компрессор лишь вытягивает необходимые частоты и делает звук более плотным. В итоге получается достаточно тяжелый звук. А мы переходим к следующему басу, который достаточно странно звучит. Похоже на перкуссию. Или как будто бы кто-то проводит палкой по металлическому забору. Отключим пока что все эффекты. Здесь их использовано целых шесть. И отключим фильтр. Отключим также ослятор B. Ослятор B на самом деле здесь ни при чем. Здесь ошибочно сделана FM модуляция. Она тут в принципе не нужна. Как и ослятор B, он здесь не нужный. Использовано целых 4 LFO при накрутке этого звука. Начнем пожалуй с LFO 1, который моделирует уровень громкости и позицию луновой таблицы. Если отключить действие LFO 1, будет что-то неправильное. Вот так уж получше. Обратите внимание на то, что скорость LFO 1 задана в герцах. В герцах. Здесь нет привязки к темпу, как обычно. Скорость LFO 1 в герцах зависит от LFO 2. Частота LFO 2 уже выражена в тактах. Смотрите, LFO слегка понижается, тем самым слегка замедляя в течение такта. Вот бар здесь написано, означает такт. В течение такта, замедляя скорость первого LFO, можно сделать побольше. Замедление. Вот, каким образом можно регулировать скорость LFO 1. Можно и сделать наоборот, такой вот разгон. Вот так вот сделаем. Также LFO 2 регулирует позицию волновой таблицы, загруженной на осциллятор А. Впрочем, думаю, действие LFO 2 над скоростью LFO 1 вам понятно. Основная роль LFO 2, это, конечно же, не изменение позиции волновой таблицы, загруженной на осциллятор А, а именно регулировка частоты LFO 1. И также нам нужно рассмотреть LFO 4, который привязан к грубой настройке питча осциллятора А. Всего на 2 полутона позволяет изменять питч LFO 4. Можно поменять LFO. от LFO 4 зависит высота тона осциллятора А. Следующий этап синтеза этого звука стал фильтр High 24. Достаточно резкий фильтр. У него резонанс и микс, отмоделированный с помощью LFO 1. Роль этого фильтра срезать низкие частоты и придать такой вот резонанс в серединке. Звучит как-то тише, не хватает высоких частот, но зато резонанс появился. Высокие частоты и громкость нам вытянет многополосный компрессор. Вот, пожалуйста. Упомянув компрессор, я плавно перешел ко вкладке эффектов. Что же у нас есть во вкладке эффектов? Сперва идет Hyperdimension для придания пространства. Действительно, звук стал шире. Далее идет Distortion и Delay. Кстати, обратите внимание на LFO 3, который моделирует ручку Feedback на Delay. Но пока что Delay особо у нас не слышен. Его можно прибавить с помощью второго макроконтроллера. Прикольно достаточно звучит, кстати, эффект даваемый Delay. Широко теперь звучит этот странный бас. Остается только Reverb добавить. Я бы сделал большую реверберацию у этого звука, но автор этого синта почему-то задумал ее маленькой достаточно. Маленький размер в помещениях, в котором работает реверберация Decay совсем крохотный и Mix небольшой. В конце цепочки эффектов действует эколайзер. Он добавляет самых верхов. Не будет беден высокими частотами этот звук теперь. И также есть такой макроконтроллер как EQ Gain. Он регулирует небольшой резонанс, расположенный в средних частотах. Этот резонанс повторяет резонанс на вот этом фильтре из вкладки осцилляторов. То есть, вот этот резонанс макроконтроллер позволяет подчеркнуть. Макроконтроллер привязан к ручке Gain первого фильтра эколайзера, что как раз и регулирует насколько сильным будет резонанс вот этот. Вот так вот просто, в принципе, накручивается этот звук. Единственное, что сделал автор пресета, он просто потратил время на то, чтобы найти такую вот интересную волновую таблицу, которая вообще получается с помощью аналогового синтезатора Access Virus Ti. Называется этот синт. Но волновые таблицы, которые могут получаться с помощью этого синтезатора, есть и в цифровом виде, как, например, вот эта вот волновая таблица. А мы переходим к следующему пресету. Это пресет от музыканта Virtual Riot. Интересный достаточно синт, а точнее бас. Итак, отключим все эффекты. Остеллятор B, Noise Остеллятор и Остеллятор A. Оставим только саб-остеллятор. Он добавляет поддержки на низких частотах, как и у всех басов, которые накручиваются в синтезаторе серума. Включаем Остеллятор A. В этот остеллятор загружена волновая таблица Basic Shapes. На этой волновой таблице выбрана волна треугольная. В принципе, ничего такого странного и сложного нет. Рассмотрим, что у нас во вкладке Остелляторов модулирует LFO 1. Модулирует у нас уровень громкости Остеллятора A и Остеллятора Саб и количество FM-модуляции на Остелляторе A. FM-модуляция осуществляется от Остеллятора B. Включим его. Кстати, обратите внимание на то, что скорость LFO 1, 1,4 такта и это LFO как бы состоит из 4 таких вот пиков. Каждый пик играет раз в 1,16 такта. В итоге получается такой быстрый сумасшедший звук. Послушаем теперь как звучит с Остеллятором B, который делает FM-модуляцию. Добавляется такая вот резкость, но приятная резкость. Тоже загружена волновая таблица Basic Shapes на Остелляторе B. Тоже выбрана волна треугольная. Интересная вещь. LFO 2 модулирует грубую настройку высоты тона Остеллятора B и еще и параметром S-Tune, отвечающий за главную высоту тона всего синта. LFO двухстороннее. То, что в серединке это оригинальная корневая нота, питч, который должен быть. Цикл LFO повторяется каждую 1,4 такта. И в начале LFO питч как бы выстреливает с верхних нот прямо. Если сделать помедленнее LFO, вы услышите этот эффект. с высокого питча опускается на обычный питч высота тона всего синта. И, кстати, в конце опускается немного по питчу синт вниз. Если отключить влияние LFO 2, то будет звучать так более скучно. А теперь, когда мы включили LFO 2, звучит уже более динамично. LFO 2, B сам имеет достаточно высокий питч, он поднят на 4 октавы вверх, еще и на 7 полутонов вверх, это получается на квинту вверх, а вообще я могу сказать, что LFO 2, по сравнению с LFO 2, LFO 2, выше на 4 октавы и 1 квинту. Не такая интересная фомодуляция будет, если просто на 4 октавы вверх будет поднят LFO 2, или просто на 5 октав вверх. Вот как 5 октав как-то слишком резко, но в принципе тоже нормально. 4 октавы слишком размыто как-то. 4 октавы и квинта звучит лучше всего. Также в этом сензаторе задействован и noise осциллятор с обыкновенным белым шумом. Уровень громкости этого белого шума модулируется с помощью третьего LFO со скоростью 1 16 такта и шум реально придает яркости всему звуку. Теперь мы переходим к эффектам. Конечно же в эффектах есть Hyper Dimension как же без него. И ручки Mix Hyper и Dimension модулируются с помощью LFO 1 как и ручка Drive на Distortion давайте включим Distortion и кстати ручка Mix на Distortion модулируется с помощью LFO которая отвечает за громкость шума точнее нашего noise осциллятора получается Distortion здесь создан для того чтобы обрабатывать синдзатор только в том случае если будет играть шум. Однако существует макроконтроллер Noise который позволяет регулировать уровень шума а точнее уровень noise осциллятора я вот поставил на 0 а Distortion все равно действует и он неплохо таки обрабатывает звук звук впрочем вернем наш шум так как шум прибавляет яркости на высоких частотах фильтр мы пока что пропустим включим компрессор он плотности придаст а теперь включим уже фильтр здесь загружен отрицательный комфильтр гребенчатый фильтр и lfo1 регулирует его резонанс послушаем как звучит этот синтезатор с компфильтром прибавляется металлическое звучание прошу обратить внимание на то что ручка котов от 0 до 100% моделируется с помощью функции note зависимость здесь прямая чем выше будет нажимаемая нота тем больше будет значение ручки котов фильтра комп минус далее идет эквалайзер ручка gain у него отмоделирована с помощью lfo1 просто он прибавляет верхов и последнее что у нас идет в цепочке эффектов это реверберация причем интересный момент lfo4 регулирует количество это реверберация ручка mix то есть реверберация то больше то меньше благодаря lfo4 вот так вот накручивается этот синт а мы переходим к другому басу этот бас также накрутил музыкант virtual riot достаточно интересный гровл бас пока что опять же отключим все эффекты и отключим фильтр астеллятор sub как всегда дает поддержку на низких частотах включим астеллятор а lfo2 здесь выступает в роли главного lfo так сказать lfo2 регулирует такой режим ворпа как band плюс-минус и позицию волновой таблицы кстати это волновая таблица из синтезатора предшественника xr-serum и синтезатора native instruments massive при синтезе этого гровл баса был задействован метод синтеза с помощью унисона при отключенной рандомизации фазы смотрите целых 5 голосов есть в унисоне некоторые значения есть у ручки дитюн хоть и небольшое но рандомизация фазы отключена получается такое интересное звучание типа выстрела даже какого-то на 16 голосах в унисоне это заметно сильнее но 5 голосов как раз здесь и должно быть потому что так явно этот выстрел не должен быть ощутим теперь давайте отключим рандомизацию фазы нету больше такого выстреливающего эффекта просто звук шире звучит но мы оставим отключенную рандомизацию фазы просто ручку ранд вернем в нулевое положение по тому же принципу работает и ослятор B отключаем у него рандомизацию фазы другой тембр хоть и звук стал шире нам нужен тот тембр который дается при отключенной рандомизации фазы ручку рандом ставим в 0 тоже дитюн поставлен на некоторые значения в осляторе B тоже есть 5 голосов унисона а вот ручка level отмодел отмоделирована отмоделирована в осляторе B в отличие от ослятора A моделируется ручка level с помощью LFO 2 моделируется также и в tail position и ручка ворпа здесь интересный ворп это ремеп вот от такой функции вместе эти два ослятора звучат более жирно включим оба ослятора получится что-то вроде лейеринга когда звучит один ослятор A звучит не так круто когда звучит всего один ослятор B звучит тоже не так круто как тогда когда звучат оба ослятора действительно здорово еще круче делает этот звук отключенная рандомизация фазы при 5 голосах унисона все звучит здорово теперь включим фильтр ручки котов и резонанс здесь отмоделированы с помощью LFO2 фильтр обрабатывает оба ослятора как A так и B фильтр дает такой вот ай-яй эффект эффект голоса и давайте рассмотрим LFO1 LFO1 всего лишь на один параметр действует который называется MastTune параметр MastTune модулируется на 11 полутонов вверх и вниз то есть модуляция двухсторонняя что у нас получается цикл LFO1 длится полтакта из-за полтакта питч успевает подняться почти на октаву октава у нас 12 полутонов модуляция идет на 11 полутонов то есть звук как бы выезжает вверх при начале звучания поднимается по питчу наверх вторая же половина LFO1 наоборот опускает практически на октаву вниз еще более резко чем в начале LFO1 из-за того что питч опускается LFO как бы тормозит но опуская по высоте тона синтезатор LFO1 дает и новую окраску тембру гровол баса поэтому модуляция главной высоты тона синтезатора серум в этом случае имеет место быть рассмотрим теперь последний остелятор это noise остелятор в noise остелятор загружен обыкновенный белый шум как и в предыдущем пресете с помощью LFO2 модулируется громкость этого noise остелятора а noise остелятор дает больше высоких частот делает звук более ярким но кому не нравится шум тот может и не использовать при синтезе noise остелятор переходим теперь к эффектам сперва идет hyperdimension ручки mix у hyperdimension модулируются с помощью LFO2 далее идет distortion достаточно мощный мощный потому что ручка mix выкручена на полную ручка drive аж на 90% однако стоит режим soft clip который просто насыщает гармониками наш grovel bass далее идет такой эффект как phaser ручки frequency и mix модулируются с помощью LFO2 заметьте то что phaser движется только искусственно он автоматически не приводится в движение за счет того что ручка rate на нуле стоит phaser движется только из-за того что ручка frequency отмоделирована если долго удерживать этот саунд то звучит клево следующий эффект это хорус который просто даст ощущение будто бы голосов у гравл баса больше но также может дать и стерео эффект далее идет фильтр гребенчатый положительный флэнч фильтр у которого ручка котов и mix отмоделирована с помощью LFO2 попробуем резонанс выкрутить побольше интересный кстати эффект дается в принципе вот этот фильтр здесь особой роли не играет но если вам нравится то звучание которое дается при большом значение резонанса большом значение резонанса можно и оставить его что-то металлическое даже получается но как я считаю это не уместно в этом басе далее идет компрессор который уплотняет этот гравл бас даже тембр какой-то другой стал и конечно же идет реверберация в самом конце коротенькая коротенькая которая просто помещает этот бас пространство на самом деле вот как просто крутится мне кажется что самое сложное это найти подходящую волновую таблицу но вы можете и не искать волновые таблицы а накрутить их сами с помощью fm или am модуляции пользуйтесь синтезатором сером как с игрушкой разговаривайте с ним на ты пробуйте все что угодно главное чтобы здорово звучало а тем временем пришла очередь последнего пресета опять же от музыканта virtual riot мы детально разберем этот пресет как и все предыдущие а здорово звучит однако правда этот пресет сильно жрет ресурсы вашего компьютера отключаем пока что все эффекты их здесь аж целых восемь использована отключаем фильтр отключаем осциллятор b и осциллятор noise у нас остается только осциллятор sub дающий поддержку на низких частотах и осциллятор а на котором достаточно интересная волновая таблица загружена обратите внимание и во фоу номер два отвечает за главную высоту тона за мастьюн вот как будет звучать если его фоу 2 не будет модулировать главную высоту тона зайдем матрицу модуляций отыщем строчку где сказано о мастьюн вот мастьюн у нас модулируется на 4 полутона вверх и на 4 полутона вниз ручка pitch mode то есть макроконтроллер 3 позволяет отрегулировать насколько сильно эта модуляция будет осуществляться при синтезе активно пробуйте использовать такую функцию как аукссорс как раз на примере параметра мастьюн который модулируется с помощью его фоу 2 использована функция аукссорс степень модуляции с помощью фоу 2 параметра мастьюн регулируется с помощью третьего макроконтроллера а это достаточно удобно что же у нас на осцилляторе а есть модулируется уровень громкости позиция в новой таблице есть четыре голоса в унисоне отключена рандомизация фазы дитюн на 20 процентов где-то выкручен о чем это может нам говорить о том что здесь использован метод получения тембра при некотором количестве голосов и отключение рандомизации фазы поставим к 16 голосов как раз этот эффект выстрела эффект гребенчатого фильтра появляется но на четырех голосах он не так сильно ощутим как на 16 ручку рандомизации фазы поставим на сто процентов пропал тот самый эффект поэтому мы рандомизации фазы поставим в ноль отключение рандомизации фазы 4 голоса получается неплохое такое звучание последнее что есть в осцилляторе а это ворп и фэм модуляции и фэм модуляция у нас тоже модулируется с помощью и в фоу 1 и фэм модуляция осуществляется от осциллятора b на осциллятор b загружена обыкновенная пивообразная волна форма и что же есть нас для 3b правильно отсутствие рандомизации фазы при четырех голосах это создано для того чтобы получить тот самый эффект гребенчатого фильтра правда не в такой степени конечно как при 16 голосах но все равно будет звучать здорово есть также нас для 3b ворп синхронизации который чуть-чуть модулируется с помощью лфо 1 ну кстати грязновато пока что звучит я думаю это может исправить фильтр чуть чуть исправляет положение кстати фильтр это гибрид high pass фильтр и ночь фильтра то есть фильтра который срезает низкие частоты и который какую-то область частот вырезает ручка готов которые отвечают за частоту среза high pass фильтра и ручка frequency которые отвечают за частоту среза ночь фильтра от модулированы с помощью лфо 1 И таким образом получается еще и ай-яй-эффект, эффект голоса. Также Virtu Riot, думаю, накручивает этот саунд. Понял то, что не хватает на верхах чего-то, поэтому он добавил яркий белый шум. Отмоделировал уровень громкости этого шума с помощью F1. Вроде бы чуть-чуть поярче стало звучать. Теперь можно переходить ко вкладке FX. Во вкладке FX, конечно же, есть Hyperdimension. Ручки Mix и у Hyper, и у Dimension отмоделированы с помощью F1. Пространство придается, причем за счет того, что модуляция осуществляется, то пространство появляется, то отдаляется. Это дает незабываемый эффект, хоть и слабо ощутимый. Но звучит прикольно. Также есть Distortion. Скорее всего, он добавлен в цепочку эффектов для того, чтобы добавить некоторое количество гармоник. Как насытить тембр. Но звучит, кстати, потише за счет того, что ручка Drive не особо сильно выкручена. Потом следует Low Pass фильтр, самый обыкновенный. Срезает высокие частоты. Такое ощущение, что после Distortion и фильтра звук вообще стал как-то деградировать по своему звучанию. Но это не окончательный диагноз, потому что дальше нас ждут еще целых 5 эффектов. Следующий эффект это Phaser, у которого ручка Mix отмоделирована и совсем капельку отмоделирована ручка Frequency. Обратите внимание, здесь Phaser тоже настроен вручную, потому что ручка Rate стоит на нуле. Phaser сам не переводится в движение. Только с помощью ручки Frequency осуществляется движение Phaser, а ручка Frequency моделируется с помощью LFO1. Совсем незначительно. Далее идет Effect Chores, у которого Mix тоже отмоделирован. Похоже, что Virtual Riot любит моделировать ручки Mix. Смысла я в этом, кстати, не вижу. Это наоборот, пустую задействует ресурсы компьютера. Далее идет странно настроенный эквалайзер. У него ручки Frequency отмоделированы. Стоят обычные пиковые фильтры. Они, похоже, повторяют резонанс High Pass фильтра на фильтре из вкладки осуществляторов и Notch фильтр. Впрочем, послушаем, как это дело звучит. Тембр-то интересный, но как-то слишком тихо звучит. Мы еще все можем исправить. Мы можем вытянуть высокие частоты. Мы можем сделать более плотным и более громким этот бас, просто-напросто включив компрессор и настроив его должным образом, как и сделал создатель пресета. Послушаем, как это звучит без компрессора. Тускло, непонятно, как-то размыто. Неясно. Отсутствует в должном количестве высокие частоты. А теперь включаем компрессор. Плотно, мощно. Есть высокие частоты. Есть и низкие, есть и средние. Все, что нужно. Последний штрих, завершающий этот мощный бас, это реверберация. Совсем коротенькая, но придающая эффект пространства. Действительно здорово звучит этот саунд. Давайте попробуем убрать голоса. Всего пусть по одному голосу будет. Тоже здорово звучит. Но саунд лишается того самого эффекта. Сейчас передоз сделаем. 16 голосов на осцилляторе А и Б. Вот того самого выстреливающего лазерного эффекта лишается этот звук, если поставить по одному голосу на осцилляторах А и Б. Поэтому поставим по 4 голоса. И будет звучать здорово. Вот так вот я вам показал целых 10 замечательных пресетов. Смотрите, как устроены чужие пресеты. Пробуйте крутить свои. Пробуйте экспериментировать. Пробуйте использовать каждую ручку. Пробуйте моделировать каждую ручку. Не стесняйтесь. Только методом проб и ошибок получается результат. Не нужно останавливаться на достигнутом. Не нужно останавливаться на первом крутом пресете. На первых 10 красивых пресетах. Практикуйтесь. Потратьте на изучение синтезатора Serum несколько часов своей жизни, чтобы потом с легкостью накручивать самые красивые арпеджио, самые мощные басы, самые яркие лиды для ваших новых треков. Помните то, что сегодня использовать пресеты это позорно для топового музыканта. Крутите свое. Не ограничивайте себя модным звучанием. Не следуйте моде. А крутите новые звуки. Задавайте моду сами. Пробуйте накручивать самые необычные, интересные, неповторимые тембры. Круче, чем у самых лучших диджеев. Верьте в себя. Помните то, что практика, именно практика. Часы практики позволят вам стать мастером синтеза. И не только в синтезаторе Serum. А с вами был FreakSman и проект FL Studio Pro. И я думаю мы еще увидимся. До встречи в следующем видео. Продолжение следует...